приветствую друзья сегодня буду готовить лазанью с лавашом это очень вкусный такой рецепт не моя сестра постоянно его готовит для своих вот я записала даже и решила приготовить сегодня также лазанью с лавашом и записать для вас этот замечательный рецепт и так что нам понадобится фарш ассорти уже куплены в магазине хотите можете приготовить сами естественно лаваш нормальский армянский лаваш сыр у меня здесь есть твердый сыр голда можно брать любой и хочу еще моцареллу добавить будет смешанный сыр молоко для соуса бешамель естественно мука нам понадобится 1 головка цибули то есть одна луковица и естественно форма в которой вы будете запекать мне вот специальная форма еще даже не распечатана имеет размеры 34 на 24 8 сантиметров высота это половина стандартного противня если вы будете готовить на большую семью то вам на пород винь понадобятся те же продукты только в два раза больше у меня получается это половина стандартного противня так в первую очередь я займусь фаршем и соусом бешамель что нам понадобится пожарить с луковицей фарш приправить солькой перцем чем угодно так сказать на свой вкус подогнать и соус бешамель буду делать одновременно в другой посуде в сковородке делаем фарш и в сотейнике делаем соус бешамель и так приступаю и так первым этапом на разогретую сковородку я наливаю масло жду пока она разогреется буду высыпать фарш а сейчас в этим временем я кубиками мелкими порежу луковицу сковородка разогрелась высыпаю фарш лопаткой я его так вот разминаю еще практически в самом конце я буду добавлять соус это может быть кетчуп или какую-то там томатную пасту разведенную с водичкой либо же соус барбекю очень хорошо сюда подходит так вот разминаю хорошенько фарш чтоб он был мелкими комочками добавляем соли буквально две щепотки хороших потом когда будет готовая можно попробовать на соль на ваши приправы что в этом добавите также не забываем что соусы тот же кетчуп мог может давать кислинку и тоже немного подсаливать это я добавляю стерилизованные прянощи парую то есть на пару во всякие приправки к мясу шашлыку чуть-чуть вот так вот добавлю чтоб сильно вкус не перебивал теперь вот так вот я порезала цебульку лучок луковицу кубиками и отправляю фарш перемешиваем уже хорошо пахнет мяском фарш ассорти напоминаю тут есть и курятина и телятина и свинина лучше естественно для лазани брать такой фарш ассорти так как из курятины будет суховато и из одной телятины тоже будет суховато и грубовато из одной свинины то будет сильно жирным то лучше брать ассорти это как раз то что надо для нашего блюда сейчас это дело я все накрою крышкой сковородку в общем будет доготавливаться где-то в самом конце добавим например кетчуп в это время я в сотейник наливаю пол-литра молока у нас литровый пакет молока половину я его наливаю сюда в сотейник для нашего соуса еще чуть-чуть все достаточно теперь нам нужно дождаться когда молоко едва начнет закипать я добавлю две ложки столовые с горочкой муки и буду потом старательно поменьшивать уже на меньшем огне смотрите друзья прошло некоторое время такой вид сейчас имеет наш фарш добавлю паприку подкопченную вот копченая паприка она придаст и запах и цвет мясу и какой-то там привкус приятненький привкус пряности добавила перемешиваю всю эту красоту молоко пока у нас греется подкипает уже и сейчас мы ним займемся все накрываю пусть она дальше готовится молоко уже у нас во всю кипит добавляю 2 столовые ложки муки с горка как видите хорошая горочка и теперь нужно уменьшить огонь ложку меняю на венчик теперь все это дело я мешаю пока она не начнет загустевать и будет у нас без комочков все друзья загустевает уже наш загустевает наш соус теперь мы можем добавить соли немного мускатного ореха для цвета и пикантного вкуса буквально на кончике ножа добавляем все достаточно ну эту красоту перемешиваем сильно густое не надо его делать сейчас она тягучая такое хорошенько пока соус остывает доделываем наш фарш я взяла кетчуп лагидный короче кетчуп гриль к шашлыкам можно брать соус барбекю барбекю сестра говорит очень вкусно получается буквально две столовые ложки нам на всю эту красоту надо тщательно перемешиваем нас практически готов фарш какой запах смотрите какая красота получается очень свет аппетитный на камере не передает конечно буквально две минуты наш фарш полностью готов и так друзья фарш у нас уже готов выключила бешаме готова емкость для лазаньи готова сыр натерли вот два сорта сыра моцарелла и твердый сыр любой лаваш приступаем раскрываем лаваш и начинаем первым слоем выкладывать то есть у нас по идее должно быть три четыре слоя первый слой это лаваш берем лаваш смотрите такие большие листы лаваша нашу формочку выкладываем лишнее мы просто берем в грубой форме отрываем если где-то будет заходить на бока ничего страшного если сильно тоненький лаваш то тоже можно в два слоя если очень тонкий лаваш смотрите как-то так будет первый слой видно второй слой у нас идет соус бешаме вот наш соус и вот так вот размазываем по лавашу сейчас я вам первый слой покажу полностью как я сделаю а потом уже на скорую перемотку чтобы не делать такое видео длинное сейчас я просто чтоб вам было более понятно как это выкладывается эти слои глазами вот первый слой на ложили размазали хорошенько или мы берем фарш следующий на слой ваш выкладываем его красивенько нужно распределить фарш так чтобы нам хватило минимум на три слоя так размазываем и сейчас будем сверху класть лаваш лишние отрываем так 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 нам также надо распределить соус бешаме чтобы он на самом верхнем был слое то есть это будет слой окончательным полива заливаем соусом бешаме и сверху потом сыр теперь идемте сюда теперь смотрим ребята когда мы еще не все слои оформили мы разогреваем духовку ставим на 180 градусов и на две линии где подогрев сверху и снизу и нажимаем старт пока мы завершим все наши слои духовка пока разогреется а я продолжу слои наши даже насыпать все друзья это последний слой в итоге у нас их получилось 3 теперь остался у нас завершающий этап вторую лишние эти красота какая и заливаем этот верхний слой на лаваш полностью весь соус оставшийся бешамель хороший верхний слой получается соусом и теперь высыпаем засыпаем полностью сыром сыр у нас тут перемешку так мы его и засыпаем хороший слой сыра наводим красоту и можем отправлять в духовку открываем духовочку и отправляем нашу красоту на 20-30 минут через 20 минут я подойду посмотрю как там обстоят дела и так друзья прошло почти 25 минут уже видно что лазанья там готова можно выключать вот уже взялось корочкой и я выключаю духовку смотрите какая она красивая там все то есть примерно 20-25 минут и лазанья готова 30 минут это будет очень уже много она будет такой сильная корочка покрыта сейчас самое одно вот я ее достала из духовки смотрите какая она красивая румяная даже если прислушаться то можно услышать как она еще там шевелится доготавливается такая красота пусть немного она так постоит и можно уже и и пробовать она там нежная внутри ощущается когда режешь сыр тянется и такими кусочками и 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 Стреляйте с ним. Продолжение следует...